Уважаемые телезрители, добрый вечер. Я Анатолий Голи, мы продолжаем дискуссии с кандидатами на пост президента. До выборов осталось меньше недели, пора определяться. Сегодня в нашей студии кандидат от партии ШОР Виолетта Иванов. Добрый вечер. Добрый вечер. Госпожа Иванов, зачем вам стать президентом Республики Молдова? Вы депутат, у вас сложившаяся уже политическая карьера, зачем вам идти на пост президента? Так вот, именно из-за того, что вы прекрасно знаете мою карьеру, знаете, что 20 лет я работала в правительстве, знаете, что 10 лет работала в парламенте. После такого опыта и после того, как действительно удалось сделать очень много дел для Республики Молдова и рядом с сильной командой, с командой профессионалов, я уверена, что за 4 года можно изменить нашу страну. Изменить радикально. Изменить уже по примеру, как уже сделали это в Аргееве, в Тараклее и в других населенных пунктах около 60, там, где наши коллеги заслуживают и там, где наши коллеги примары или там, где за них проголосовало большинство. Я решила, потому что я очень хочу увидеть нашу страну развитую, с сильной экономикой, с современной инфраструктурой. Очень хочу, чтобы в нашей стране была действенная система здравоохранения, образования. Очень хочу, чтобы у нас было современное сельское хозяйство. В плане сельского хозяйства у меня очень много научных исследований. Я готова внедрить это все. Вы, наверное, увидели мою программу, которую я разработала вместе с моими коллегами, коллегами из политической партии ШОР. Очень четкая программа, очень нацелена на конкретные результаты. И самое главное, что есть конкретные показатели, которые мы достигнем через 4 года. А еще главнее, то, что эта программа уже протестирована. То есть мы показали, что такую программу, социально направленную, можно внедрять и можно получить конкретные ощутимые результаты буквально за 4 года. Поэтому я уверена, что абсолютно все, что вы увидели в нашей программе, и инфраструктура, региональное развитие, и сельское хозяйство, и социальная защита, и медицина, и борьба с коррупцией, абсолютно все эти приоритеты протестированы уже. И мы собираемся их внедрять. Так, чтобы через 4 года Молдова стала сильной, развитой, с хорошей экономикой, с государственными предприятиями, с большими зарплатами, с пенсией в 5 тысяч лей. И это не какая-то там цифра, я не знаю, которую мы придумали. Это мы рассчитали. Берета Борисовна, я прочитал вашу программу. И у меня это навевает мысли программа известной Российской партии, которая условно, не дипломатично называлась «Каждой женщине по мужику, каждому мужику по бутылке водки». Ну, например, пенсия в 5 тысяч леев, 700 тысяч пенсионеров, из них около 600 тысяч получают пенсию до 2 тысяч леев, правильно? Да, прекрасно. Сколько нужно денег для реализации вот только вот этой программы? А вы знаете, мы посчитали, если внедрим только одну реформу, я имею в виду государственную монополию на импорт и торговлю таких товаров, как табачные, алкоголь, то только от этой реформы можно покрыть основную часть пенсионной реформы. И мы внедрим эту реформу. То есть возвращаемся к социалистической плановой экономике? Возвращаемся к Республике Молдова, которая когда-то процветала, где работали фабрики и заводы, где это было государственное, где государство было сильное. В Советском Союзе где-то датировалось за счет нефти, за счет центрального бюджета. Вы знаете, у нас мы гордимся тем, что мы сельскохозяйственная страна, да? Но почему-то, если вы заходите в магазинах наших, то на прилавках вы увидите помидоры с Турции, там огурцы с Греции и так далее. Но мы же гордимся, что вы подписали соглашение о свободной торговле с Турцией и другими. Вы не увидите нашей молдавской продукции. Поэтому в моей программе, которая разработана совместно с коллегами, очень четкое идет направление на то, чтобы государство стало основным потребителем местной продукции. Чтобы государство защищало местного производителя. У нас уже очень много инициатив в этой области. И кредиты беспроцентные тем, кто занимается землей и многое-многое другое. Я понимаю, что для того, чтобы обеспечить урожайность, надо работать и надо внедрять конкретные современные установки ирригационные для рожения земли. Я, как доктор наук в этой области, пришла с конкретным предложением. Собирать ливневую воду, когда сильные дожди, которые препятствуют наводнению целых территорий, то, что у нас очень часто получают. Потом эти воды использовать в период засухи. Причем сделать это так, чтобы сбалансировать эту экосистему. Потому что у нас с этим очень большие проблемы. И я уверена, что буквально за первый год, за полтора года, можно решить эту проблему ирригационную, то есть рожение земель. Это, естественно, позволит урожайность, чтобы повысилась урожайность. Сколько нужно денег для того, чтобы... Одну секундочку. Нет, вы обещаете, вы говорите, нужно сделать. Я вас спросил, сколько нужно денег на пенсии. Конкретно. Сколько нужно денег на установку ирригационных систем? Вот те 260 миллионов долларов, которые государство получило посредством проекта «Компакт» от Соединенных Штатов, они были бы довольно-таки... То есть достаточно, чтобы обеспечить и вообще покрыть всю страну ирригационными системами. Но деньги потратились, к сожалению. И ирригационных систем нету. Так я говорю, что посредством таких земных нормальных проектов можно покрыть вот эту отрасль так, чтобы мы получили... Почему в такие страны, как Израиль, Китай, Турция, где вообще нет земли, где нет плодородной почвы, они по два, по три раза в год собирают урожай? Сколько нужно денег для налаживания ирригационной системы на гектар земли? Ну, это есть расчеты, я не могу сейчас вам сказать... Так я вам скажу, что 260 миллионов, это не хватает даже, наверное, на десятую часть сельскохозяйственных земель. Нет, это хватает, потому что, если учитывать то, что уже основная часть, то есть не основная часть, а очень много денег до этого было потрачено. Было и есть частные ирригационные системы. И если сделать инвентаризацию вот этих всех денег, как они тратятся, вот именно то, что в моей программе вы увидите, именно контроль, исполнение и растрат государственных денег. У нас земли частные, сады частные, предприниматели частники. Вы предлагаете, откуда взять эти деньги на частников, потому что это получится какая-то смесь... Мы предлагаем усилить помощь от государства частникам и тем, кто занимается землей. Мы предлагаем сделать конкретные реформы в области затраты и использования бюджетных средств. И это все уже мы сделали. Чтобы я мог понять, у нас будет социалистическое государство, народная государственная собственность, которая будет помогать частникам. Господин Голи, а вы были в Аргееве? Нет, не был. Вот давайте мы с вами буквально, вот я вас приглашаю на экскурсию. Мы сейчас дойдем до Аргеева. Я хочу вам сказать, что там они смогли за 4 года поднять муниципальный бюджет в 5 раз. За 4 года в 5 раз. Так на уровне государства... Я говорю, что это уже протестированные проекты. На уровне государства это возможно. Потому что там дороги ремонтирует муниципальное предприятие. И работают люди, местные люди, а не граждане других стран. Мы, значит, берем кредиты, платим сумасшедшие проценты, обеспечиваем рабочими местами кого-то из других стран. А наши люди вынуждены поехать за куском хлеба куда-то за границей, для того, чтобы заработать на хлеб и на то, чтобы обеспечить семью, детей и так далее. Сколько денег нужно для того, чтобы обеспечить всех пенсионеров 700 тысяч бесплатными лекарствами? Каким вам видится это? Значит, я вам здесь отвечу на этот вопрос. Вот цифрами, если можно. Нет, ну я не подготовилась. Вы предлагаете? Конечно, есть расчеты, которые мы, значит, каждую нашу платформу, она обоснована специальными расчетами. Наши специалисты рассчитали, экономисты, юристы, сколько денег надо, сколько мы получим от реформы, допустим, от введения монопола, государственного монопола на торговлю и импорта сигарет и алкоголя. Сколько мы получим от того, что мы привлечем инвестиции, построим консервные фабрики, которые, вы знаете, что довольно-таки прибыльные. Как мы собираемся, значит, пересмотреть бюджет, чтобы закрыть те дыры, через которые когда-то протекали очень много, очень много средств. Вы знаете, вот в Аргееве в шесть раз увеличили налоги на социально опасные товары. И это также... Социально опасные товары это какие? Это алкоголь, это сигарета, это прибыль в местные бюджеты. И еще я хочу сказать, что после того... То есть в Аргееве сигарета и алкоголь стоят насколько дороже, чем в остальной части республики? Ну, поедете, посмотрите. Не, ну мне просто интересно... Люди меньше курят и меньше пьют. И уже за 4 года вернулось 200 семей, потому что обеспечили... Или приезжают в Кишинев покупать. Потому что обеспечили рабочими местами, потому что построили дороги, привлекли инвесторов инвестиций, инвесторы стали инвестировать, открылись предприятия. И оставим, допустим, если вам не нравится Аргеев, давайте посмотрим в Тараклее, что там происходит. Буквально за год, как выиграл наш коллега местные выборы, Тараклее просто преобразилось. Там, если, когда он пришел в примарию, значит, 33% или 35% было освещено, сегодня 100%. Строятся дороги, клумбы. Приезжают инвесторы. Сейчас инвесторы рассматривают строительство самого крупного парка, значит, по выработке энергии посредством солнечных батарей. Это рабочие места. Это увеличение местного бюджета. То есть посредством... Мы поэтому и пришли. Первый наш приоритет – это инфраструктура и региональное развитие. Так, как сделали и в Тараклее, и в Аргееве, и в других мест, для того, чтобы привлекать инвесторов и инвестиции. И, естественно, это открываются рабочие места. Люди не хотят уезжать. Наоборот, возвращаются. Кто будет принимать решение на уровне республики? В районе, понятно, местная власть. На уровне республики. Вы обещаете. У партии ШОР сколько сейчас? 10 депутатов? 11? 9 депутатов. 9. Они эмигрируют все время туда-сюда. Очень сложно ориентироваться. Вот еще один депутат вышел из Промолдовы на этой неделе. Да, я читала сейчас. Оно сложно ориентироваться. 9 депутатов. Что могут решить 9 депутатов? Не правительство сформировать. Полномочия президента. Вот я специально держу Конституцию. Можем вместе почитать. Полномочия президента. Их, по сути, нет. Вы знаете, если президент избирается народом, то президент должен нести ответственность перед народом. Правильно? Президент должен служить народу. В этом противоречии между всенародными выборами президента. Потому что я пытался найти хоть одну страну. И, наверное, нет такой страны, где народ избирается всенародно, а республика является парламентской. Президент должен быть медиатором между парламентом и правительством. И быть уверен. То есть, не то что... Да, быть уверен в том, что правительство, парламент и другие государственные органы принимают правильные решения. Решения, которые направлены на решение государственных задач, на благосостояние народа и так далее. Я готова прийти и представлять законы. Если надо будет, буду спать в правительстве только для того, чтобы заставила министра в работе. Кто будет принимать законы? Понятно. Президент имеет право законодательной инициативы. Посмотрите, пожалуйста. Вот, допустим, у нас сейчас 20 социальных инициатив, которые почему-то депутаты... Не то что не проголосовали, но даже нам не хватило вот несколько голосов для того, чтобы вообще поставить на голосование, чтобы можно было обсуждать в пленуме, я имею в виду пенсионный возраст, имею в виду материнский капитал. Сегодня я вижу других кандидатов, которые говорят, что если они получат второй срок, или выиграют, первое, что они сделают, уменьшат пенсионный возраст и внесут материнский капитал. Где-то с 12, по-моему, июня этот закон в парламенте Республики Молдова, где мы четко приходим с конкретным предложением. При рождении первого ребенка 16 тысяч лей, это сегодня две средние зарплаты, второго, третьего и так далее 24 тысячи лей. При этом также в том же законе очень ожидаемая инициатива открытия для каждого ребенка специального счета при рождении, куда изначально ставится одну минимальную зарплату, то есть это 8 тысяч лей, и ежемесячно перечисляется по 2%. Почему-то этот закон не был проголосован с соответствующими депутатами. Я вам скажу почему. А сейчас... У вас еще есть законопроект, вот этот вы внесли в парламенте о компенсации лекарств, потому что эти законы требуют денег. Вы не указываете источники финансирования, и правительство никогда не даст положительное заключение на закон, который касается бюджета, который предполагает расходы. Я не читал ваш закон, потому что я хочу, чтобы вы сказали, сколько стоит этот законопроект и где взять деньги. Так вот я хочу сказать, что в законе, надо поднять закон, мы даем экономическую составляющую, и мы четко показываем. Но почему-то те партии, которые не поддержали наши инициативы, сейчас приходят с такими же инициативами. Правда, сумма другие. Ну, это выборы. У вас не состоится... Это выборы. Я же... Мы же... Я надеюсь, что и избиратели тоже, они смогут отличить реальность выполнения предвыборных обещаний кандидатов в президенты. Каждая наша инициатива... Вот возьмите, пожалуйста, почитайте наши законопроекты, наши инициативы. Мы не просто приходим с инициативой, но мы показываем, откуда брать деньги. И если говорить о медикаментах, если сделать реформу вообще в области компенсированных медикаментов, и компенсировать не самый дорогой, потому что он одинаковый. Взять, допустим, тот же, допустим, парацетамол, который стоит 5 лей, и другой, который там, я не знаю, из Индии или откуда-то, который стоит 80 лей, почему-то компенсируется тот за 80, где 50% должно... Ну, это я даю как пример, так, образно, я не говорю, что конкретно так. Где 50% должен платить потребители, 50% государство. Ну, я не думаю, что есть такая разница в 40 раз. Ну, разница большая, но может быть я немножечко... Может быть, 2-3 лея разница. Но есть такая. То есть мы посчитали, я это говорю к тому, что каждый закон, каждая инициатива законодательная, которая представлена нашей фракцией, политической партии ШОР, обоснована и есть конкретные расчеты, откуда это взять. Я не думала, что вы сегодня захотите экзамен мне устроить, прямо сказать вам цифры, потому что под каждой инициативе у нас есть цифры. Когда вы говорите, вы должны иметь обоснование. Конечно, у меня есть обоснование для всех. Я говорю... Я прочитал вашу программу, я ваша законодательная инициатива не читал. А вы знаете, вот самое четкое обоснование, езжайте, пожалуйста, в Аргеев и лежайте в Тараклею, вы пройдетесь по хорошим дорогам, вы прогуляетесь по парку, который никто вообще, никто не думал, что на место мусорки может быть построен самый красивый парк, это вообще визитная карточка Молдовы, так? Архейлэнд. Это на место мусорки. Никто не думал, что за полгода это можно построить. Пройдитесь, пожалуйста, и вы посмотрите. Наши инициативы уже внедрены в жизнь. И моя программа ничего иное, как распространение хороших проектов на уровне страны. Мы уже показали, как это можно делать. Мы получили результат. Мы показали, что за 4 года можно изменить страну. Можно изменить все. Можно найти средства для материнского капитала. Найти средства и для пенсионеров, которые, кстати, в Аргеве получают по 1000 лей сегодня на продукты питания, на медикаменты. Можно внедрять социальные аптеки. Сколько пенсионеров в Аргеве? У нас, я не могу сейчас сказать вам четко. У нас короткая реклама. После рекламы мы поговорим о том, за счет чего удалось достичь процветания в Аргеве и можно ли достичь по всей республике таких же результатов. Оставайтесь на РТР Молдова. Мы вернулись в студию. Беседуем сегодня с кандидатом на постпрезидента Виолетой Ивановой. Мы говорили о результатах, которые достигнуты в Аргеве. Я обязательно как-нибудь приеду в Аргеве. Просто в обществе есть такое мнение, что Илан Шор причастен к краже миллиарда, и он хороший вор, в отличие от других. Он чуть-чуть поделился с гражданами. И решить проблему в рамках одного города, двух городов, Ну, Тараклия – это малюсенький городок. Это не так сложно, как по республике. По республике откуда? Тоже из украденного миллиарда все это будем решать. Вы знаете, я думаю, что есть презумпция невиновности, и ни я, ни вы не имеете права судить. До того, как органы государства, которые уполномочены выходить с такими заявлениями, не выскажут и не дадут конкретный уже вердикт. Так что я считаю, что вы неправильно начали и задали этот вопрос. Господин Шор приговорен первой инстанцией к 7,5 годам тюремного заключения. После этого он сбежал из страны и скрывается от правосудия. Поэтому правосудие – есть основания полагать, что он скрывается не зря. Господин Голи, я не прокурор и не авокат. Но вы депутат парламента, вы очень хорошо знаете ситуацию. Но я хочу сказать, что господин Шор так же, как и я, и вы тоже видели, когда он очень четко сказал, чтобы ему обеспечили доступ до суда и чтобы разрешили, чтобы была вся пресса Республики Молдова. Пусть приезжает. Почему-то не дают этого. Мы будем вместе добиваться открытых заседаний суда. Но, видимо, как вы вместе добиваетесь. Пожалуйста, я готов просить генерального прокурора и председателя высшей судебной палаты, чтобы обеспечили прозрачный, транспарентный, открытый судебный процесс. И если до сих пор суд не высказался, то я думаю, что ни я, ни вы не имеете права там выходить с такими... Так а заседание суда 36 раз переносилось? Так а почему переносилось 36 раз? Потому что нет обвиняемого. Почему не... да нет. Потому что нет обвиняемого. А адвокаты обвиняемого затягивают процесс. Ну, это ваше личное мнение. Ну, как личное мнение? Но если бы было бы заседание, если бы действительно был виновен, то, наверное, уже вынесли бы, я не знаю, сколько там обвинительных приговоров. Но так как нет доказательств, и так как другие не хотят, чтобы господин Шор вышел, так как он уже один раз выходил, и вы видели, что после этого немножечко другие интерпретации были. Нет, не видел. Я не видел господина Шора. Поэтому, ну, вы можете... Правда, видел, видел. Вы можете попросить его, и... Видел с вами. У вас может быть интервью с ним, какие проблемы. В этой студии? Так, те, как хотите. Я приглашаю, передайте. Ну, я не буду передать, это вы сами приглашайте. У вас же только доступ к нему есть, и вы отчитались о начале избирательной кампании. Ну, я хочу сказать, что господин Шор везде, где внедряются хорошие проекты, он везде там, где есть большие проблемы, он везде там, где людям нужна помощь. Так что господин Шор очень активно участвует в развитии государства и в решении государственных проблем, и в решении пенсионеров. Кстати, только господин Шор почему-то думает и о социальных магазинах, и о социальных аптеках. Почему-то ни один лидер, ни одна партия не вышла с такой инициативой. Сейчас во время избирательной кампании все обещают. Почему во время избирательной? Четыре года уже, как есть эти социальных магазины. Сейчас, секундочку. Да, пожалуйста. 130 магазинов, которые обеспечивают почти что 500 тысяч пенсионеров. Разве вы считаете, что это мало? Вы знаете, я сейчас была в Единецком районе, и бабушка плакала. Сейчас говорит, что в период пандемии вообще магазин в селе закрыли, потому что село маленькое, где-то 200 человек. И только благодаря социального магазина они выжили, потому что негде было вообще хлеб купить. Сейчас мы вышли с инициативой социальных аптек. Почему-то тоже депутаты не поддержали. Некоторые депутаты, кстати, нам тогда не хватило... Но другие предлагают государственные аптеки. Не хватило несколько голосов. Чем будет отличаться социальная аптека от государственной аптеки? Мы вообще готовы передать эту сеть государству. И социальные магазины, и социальные аптеки, чтобы государство заботилось о пенсионерах, о тех, у кого сегодня доходы меньше трех тысяч лей, чтобы они могли покупать продукты дешевле на 20, на 30 и даже на 50% дешевле. Государство сможет поменять название этих магазинов? Мерий, Шор. Пускай они называются, как они хотят. Так это шпарки неинтересно. Я говорю, что мы готовы передать эти магазины государству, чтобы государство заботилось. Мы показали, и господин Шор показал, как надо заботиться о людях, и не просто декларациями, а конкретными делами. Как можно проводить свет в тех селах, где 30 лет вообще они не видели ни одной лампочки и боялись вообще выходить на улицы? Как можно устроить и делать детские площадки, там, где детки вообще, кроме этих, ну я не знаю, как эти называются, одно, досточку и на камне, которые вообще других не видели? Вот надо спрашивать других политиков. Вы ушли от господина Шора к детям. Если бы они думали так же и сделали хотя бы 10% из того, что сделала партия господин Шор, то страна бы процветала сегодня. По поводу того, что только в Аргееве и в Тараклее, я вам скажу, что это делается не только в Аргееве и в Тараклее, еще в 60 селах, там, где выиграли наши примары. Это делается там, где электорат проголосовал. Если в Аргееве в 2015 году, когда пришел господин Шор, там люди уже устали отголосовать, уже до того времени они проголосовали за всех и увидели, поняли, что это ответственный политик и проголосовали 51 или 52%, то в прошлом году 83% на местные выборы проголосовали за партию Шора. Деньги есть еще у господина Шора? Я не говорю о деньгах господина Шора, потому что я не знаю, что есть у господина Шора. Я говорю о государстве, которое надо укрепить и с точки зрения экономики, экономической точки зрения и бюджетной точки зрения, и которую я согласна на посту президента, укрепить государство и государственность. И поэтому, если вы увидели в моей программе государственные предприятия, если вы увидели в моей программе фабрики и заводы, если вы увидели в моей программе модернизированное сельское хозяйство, то это все проекты, которые уже внедряются, которые очень успешно, и которые я совместно с командой, с создателем, готова внедрять. Я увидел машину времени, и нас переносит так в 80-е годы прошлого столетия. Больше ничего. А вы пойдите, пожалуйста, там, где эта машина времени работает. И почему-то сегодня эта машина времени все называют европейским городом Аргеви. Если взять, это единственный европейский город в Молдове. Колхоз работает еще? Европейский город в Молдове. Да, работает очень хорошо. И, кстати, сейчас в период засухи у них очень хорошие результаты. Колхозы тоже в вашей программе почему-то нету про колхоз? В моей программе есть консолидировать земли, потому что я считаю... Они уже консолидированы значительно. Нет, они не консолидированы. Если посмотреть, а вы проедьте по стране и посмотрите. Да, я знаю. И посмотрите такие вот огромные земли, где участок обработан, участок нет. Но таких уже немного осталось. Есть, есть, и довольно-таки много. И я считаю, что консолидировать земли и сделать современное коллективное хозяйство, это при условиях в Республике Молдова поможет и зоотехнике, и сельскому хозяйству. То есть у нас будет хороший результат. Вы элегантно ушли с темы господина Шора. Я хотел вас спросить, как вам удалось снять такой ролик на этой неделе, где вы якобы встречаетесь с господином Шором. Чья это идея была? Каким образом? А вам понравилось? Мне очень понравилось. Я даже знаю, как это сделано. Супер. То есть это известная технология, снятие на рире. Но на самом деле это фейк. Это обман. Ну вы видели там, посмотрели. Это обман избирателей. Видели. Это обман избирателей. Видели, посмотрели. За это даже могут вас исключить с избирательной кампанией. Потому что это обман избирателей. Господин Шор находится в Израиле, предположительно. Господин Шор, я еще раз говорю, господин Шор находится рядом с людьми. Господин Шор находится рядом со своей командой. Ну в Израиле тоже люди живут. Господин Шор находится рядом с избирателями, которые проголосовали за него. И он ответственным перед ними. Так что господин Шор там, где делаются добрые и хорошие дела. В Израиле. И он продолжит делать и внедрять свои планы. Не хотите вы ответить на этот вопрос, спрячьте вы своего лидера. Самое главное, что вам понравилось. Я давно так не смеялся, я как мультик в детстве посмотрел, хороший, добрый мультик в детстве. Вы знаете, для нас развитие государства это не смешно. Ну это не развитие государства, это не развитие государства. И говорить о планах после того, как мы протестировали и после того, как мы проконсультировали нашу программу со всеми районами страны, у меня в день по 12 встреч было. И мы адаптировали практически нашу программу к нуждам и к бедам избирателей. И если вам это смешно, то ну что ж, обтуем. Я сказал, смешно видеть вот этот фейк в разгар избирательной кампании. И я вообще-то удивился, почему никто из кандидатов не обратился в ЦИК по этому поводу. Еще одна проблема, которая касается вас. Вам до сих пор, насколько я знаю, не хотели открыть избирательный счет. У вас есть избирательный счет или нет? Это какой-то вопрос, который якобы вас волнует. Нет, меня волнует. Который якобы вас волнует. Меня волнует ваши билборды, из какого фонда оплачивается, потому что за это тоже могут исключить вашу... Я вам скажу, что все у нас, если вы посмотрите наши отчеты в ЦИКе, тем более ежедневные, то вы посмотрите очень прозрачно все, откуда и так далее. Но по поводу того, что не открыли до сих пор фонд, кстати, сегодня я получила только что информацию, что вроде бы открыли. О, за неделю до выбора. Но, естественно, мы не сможем в субботу и воскресенье, то есть если начнем работать, если поставят какие-то препятствия, это с понедельника. А вы как считаете, что это нормально? Вы не считаете, что это вообще, значит, ну, не создали одинаковые условия для всех кандидатов? Я знаю, что один банк отказался именно от того, потому что мы вот выше говорили, потому что есть большие сомнения относительно финансирования партии ШОР. Те, о которых я говорил выше. И когда у нас есть судебная инстанция, где очень четко указала, что банки должны, так мы вот добиваемся, мы вот как-то... Я не буду спрашивать, в каком банке, чтобы не делать рекламу или антирекламу банка. Ну, Национальный банк нам ответил, что он, ну, очень интересное письмо, что он не вправе заставлять банков выполнить судебное решение. Вы видели еще такое? Мы обратились в ЦИК, и только после того, как мои коллеги, как господин депутат, господин Уланов и мой коллега, господин Казак, вышли на пресс-конференцию, значит, ЦИК опять обратился в банк. Ну, в общем, вы понимаете, это прецедент, который может быть не только с партией ШОР. Это может быть с другой, с любой партии, это может быть не только на эти выборы. Так что... Это, наверное... Я обрадовалась, что вас немножечко это заботило, что в нашей стране такое происходит. Но, видно, у вас другие цели. Какие цели? У меня цели, чтобы люди знали, за кого голосуют в следующее воскресенье через неделю. Люди должны знать, что они должны голосовать за конкретную реальную партию только за партию ШОР. И за Виолетту Иванов, которая пятая в бюллетене для голосования. Это конкретная партия, которая делала конкретные проекты, сначала внедрила, а потом уже говорит людям, если проголосуйте, то мы сможем расширить проекты, которые уже яркие, четкие. И ощутимые на уровне страны. Вы говорите от имени партии, как будто вы всю жизнь в этой партии. Ну, я имею честь представить партию ШОР. Вы сколько в этой партии? Вы знаете, я всю жизнь занималась социальными проблемами. Сколько времени пребываете в партии ШОР? Я всю жизнь занималась социальными проблемами. И я всю жизнь была на социально-демократическом поле. Я вам задаю вопросы, вы на них не хотите отвечать. Я вам отвечаю. И я очень рада, что рядом с командой профессионалов я могу продолжить эти проекты. И если вы посмотрели, наблюдали за моей политической деятельностью, и не только политической деятельностью, то я всегда была на социально направленных темах, социально-демократических, никогда не прыгала у нири и так далее. Так что я очень рада и счастлива, что я могу действительно внедрять конкретные реальные проекты, которые действительно люди ощутят. И люди ждут эти проекты. У нас еще одна короткая реклама, после которой мы поговорим о политической деятельности госпожи Ивановы. Оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию, я обещал поговорить о политической деятельности. Виолетта Борисовна, вы когда все-таки перешли в партию ШОР, чтобы знать, за какой период вы отвечаете за партию? Я имею честь представить партию ШОР, и так как партия ШОР занимается конкретными проектами, я продолжу внедрять и заниматься, и внедрять те мои инициативы, которые разработала, и не могла по разным причинам до сих пор, ощутимые проекты до сих пор внедрять, такие как, например, обеспечение регационными системами и многими другими. Вы предлагали это в демократической партии и не смогли реализовать? Да, очень много проектов. И решение новой стратегии, новый концепт по решению проблемы с отходами. Не добился я от вас ответа, но вопрос о том, когда... Как можно из отходов сделать из проблемы, сделать прибыль, и национальную систему водоснабжения и канализации. Но я уверена, что за 4 года, будучи президентом, я смогу внедрить этот проект так, чтобы каждое село было обеспечено качественной водой. В каждом доме, чтобы была вода. У нас был до... Я не добился от вас ответа на вопрос о том, когда вы вышли из партии, демократической партии, и пришли в партию Шор. Это было в апреле-майе, по-моему. Где-то так. Ладно. Раньше вы были демократической партией, и говорите, что не могли реализовать свои проекты в этой партии. Председателем демократической партии до недавних пор был самый влиятельный человек в Молдове, Влад Плохотнюк. Вы были его заместителем в партии. Неужели вы не могли при помощи господина Плохотнюка реализовать эти проекты? Не успела реализовать, я очень уверена, потому что я занималась, руководила департаментом регионального развития, и я уверена, что те хорошие инициативы, которые я разработала, обязательно на протяжении 4 лет, это достаточный период, чтобы внедрила. Еще раз говорю, обеспечение водой всех населенных пунктов, еще раз говорю, решение проблемы мусора, чтобы сделать из проблемы прибыль, и много очень еще других разных интересных проектов, чтобы через 4 года наша Молдова была развитая, красивая, чтобы стереть грань между селом и городом, чтобы были хорошие дороги, садики, парки и многое другое. Я вас просила, вы, господине Плохотнюке, не могли реализовать эти проекты? Так я вам говорила, я не успела. Не успели. Я не успела. Вопрос телезрителя Николая Усатый. В чем причина убеждения перехода к Шору, а не к Додону? Или перспектива участия быть кандидатом на пост президента? Мы помним, что в феврале этого года вы ходили к господину Додону, вас даже сфотографировали, и говорили, что госпожа Иванова будет советником президента. Но через пару месяцев вы оказались в партии Шор. Причем не в Промолдова, которую курировал господин Плохотнюк, но к господину Шору. Вы знаете, давайте вы уже, если так, политическую деятельность, начните от партии коммунистов. Давайте начнем от партии коммунистов. Очень четко. Давайте начнем от партии коммунистов. Господин Воронин называл цену, которую вы брали, вы получили денег, в денежном выражении, за выход из партии коммунистов. У меня вопрос вообще в другом. Я в этом не очень, не сильно сомневаюсь. Верю господину Воронину. Вопрос в другом. Получил ли господин Воронин тоже деньги, как говорил господин Дьяков, или нет? За выход 14 депутатов. Уважаемый господин Голи, уважаемые телезрители, я вступила в партию коммунистов в 2009 году, будучи министром. Все сегодняшние министры, они вступают в партию для того, чтобы получить какие-то должности. Я работала 20 лет от простого инспектора, пройдя все грани, получая образование в Советском Союзе, и в Европе, и в 2009 году, будучи министром, то есть не за должностью. Я вас очень прошу, чтобы вы пригласили господина Воронина, и пускай он расскажет, как такая сильная, мощная партия осталась сегодня на обочине политической жизни. Я его обязательно приглашу после выборов. Задайте этот вопрос. Госпожа Вилета, я как начинаю говорить про Вилету Иванов, господин Воронин сильно начинает нервничать. И иногда нецензурно выражается после передачи. Я с уважением отношусь к Владимиру Николаевичу. Я тоже. Он сейчас стал, смотрю, очень активен. Вот спросите, пожалуйста, как с 60 мандатами он увел так конкретно партию в оппозицию? Вот потому что такие партийцы были, они чуть что все сбежали. 60 мандатов, как, сбежали с 60 мандатами? 60 мандатов, потом в том же году 49 мандатов, 48, потом в 2010-м 43 мандатов и в 2014-м 21 мандат. Но скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, если из 11 членов политисполкома 8 не согласны, а вы знаете, что по уставу партия решение принимается большинством. Если 8 не согласны, вам это ни о чем не говорит? Этот вопрос не обсуждался на заседании исполкома. Господин Воронин проснулся утром, а ему говорят в пресс-конференции, а 14 депутатов заявляют о выходе. Если с 21 депутата 14 уходит, вам это как, ни о чем не говорит? Вот эти вот цифры, понимаете? И я думаю, что господин Воронин должен немножечко откорректировать свои мемуары и рассказать людям, как так получилось. И если я, допустим, такая плохая, и все большинство членов, которые вышли, которые вышли из партии, почему после того, как мы вышли, партия вообще не вошла в парламент? Это значит, что от партии отвернулся электорат. А почему отвернулся электорат? У вас не появляется такой вопрос? Потому что, наверное, неправильно ведется и велась политика. Поэтому электорат отвернулся. Но я уверена, что господин Воронин рад за меня и даже где-то горд. Просто, вы понимаете, наверное, возраст, какие-то возрастные отклонения, вот эту гордость, он прямо так вот... Там есть и более молодые, которые подтверждают утверждение господина Воронина. Мы имеем в виду ту группу, которую вы исключили из партии в 2013 году, потому что они были плохими коммунистами, а вы были хорошими. И партия очистилась от плохих коммунистов, и почему я не прошла в парламент? Потому что вы ушли, наверное. Так мы же плохие, если мы плохие ушли. Нет, вы плохих исключили в 2013 году, группу Ткачука. Вы же исключили. Сказали, что они плохие. Вы понимаете? Я вообще не понимаю, почему. Потом сами отвернулись и ушли. Нет, господин Воронин почему-то, он вспоминает только меня, он не вспоминает. Господина Додона, который проголосовал за униониста, за Тимофтью. Госпожу Гречаны, который он предлагал на должность президента. Нет, он как раз вспоминает. На должность президента, на должность примара и так далее. Он как раз вспоминает. Я еще раз подтверждаю, что он, наверное, горд за меня, но вот этот возраст, наверное, перекрывает вот эту гордость, и у него уже перешло на зависть. Но я уже говорила, что я его не разочарую. Он еще будет мною гордиться. Будет гордиться, как своей ученицей, когда вы станете президентом. Владимир Николаевич, после выборов мы обязательно встречаемся. Но я вас прошу, чтобы вы не ругались про госпожу Иванову, независимо от того, станет она президентом или нет. Госпожа Иванова, вы еще тут вопросы телезрителей, Ёлка, Солнышкина. Хочу задать Верилете Иванову вопрос. У него вообще хоть какие-то убеждения когда-то были? Или чей вагон мягче туда и запрыгнуло? Ну, это... Ну, часто вы переходите из одной партии в другую. А что значит часто? А дайте, скажите, пожалуйста, за последние 10 лет из всех кандидатов, скажите, пожалуйста, вот один хоть есть, который не был в другой партии? Ну, наверное, есть. Ну, какой кто? Наверное, все. Какие все? Андрей Анастасий не был в другой партии. Тудор Делив не был в другой партии. Был в другой партии. А, я не помню, как. Нет, он как раз всегда был в ЛДПМ. Был, был. И когда его господин... Я не хочу защищать никого. Вон, господин Плохотнюк, когда его пытался купить... Нет, ну, вот основные. Потому что там всех пытались купить из ЛДПМ. Ну, это вы... У вас фантазия большая. Некоторые продались, некоторые нет. По поводу купить, не купить фантазии. Наверное, те, кто берут, те и говорят. Это я вам попыталась объяснить. Я знаю, что вы встречаетесь с избирателями. Скажите, пожалуйста. И вы знаете прекрасно, что говорят избиратели о наших депутатах. После вот этих примеров перебежчиков. Вы, кстати, голосовали за декларацию об осуждении политического туризма. Естественно. А что значит? И через сколько, после голосования, через сколько вы вышли из партии? А что значит политический туризм? Вы настолько упрощаете этот вопрос. Но вот вы посмотрите, пожалуйста, последние 10 лет, кто был только в одной партии. Мой голос принадлежит народу, а не лидеру партии. И если я увидела, что господин Филипп, например, он готов там, я не знаю, лечь под партию власти, только чтобы удержать как-то свои схемы и свои это вот, и заставляет голосовать за те законы, которые я считаю, что я не могу голосовать за эти законы, потому что они неправильные, потому что они против развития страны и против народа. Вот это горячее. И вы считаете, что я должна сидеть там тихонечко и голосовать? Да никогда в жизни. Вот это горячее. Мой голос принадлежит народу, а не лидеру партии. Это правда. И поэтому я буду работать для того, чтобы внедрять социальные инициативы для народа. Я объездила все районы страны, я знаю все проблемы, и все проблемы находятся в моей программе. И я обещаю за 4 года внедрить всю мою предвыборную программу. Вот по поводу голоса вы правильно говорите. Только единственное, за все время существования Молдавского парламента, может быть, я ошибаюсь, но я знаю один пример, когда депутат вышел из партии и поступил порядочно. Это был господин Ткачук. Он вышел и сложил мандат. Все остальные, когда уходят вместе с мандатом... А почему я должна сложить мандат, на который я работаю? Потому что этот мандат получен в партии. А этот мандат принадлежит народу. И я обещала народу, и я сегодня делаю то, что обещала господин Боля. Вы хорошо сказали про господина Филиппа, партию власти. Скажите, сейчас очень много говорят о том, что есть некие договоренности между партией социалистов и партией Шора. И мы видим, что партия Шора в последнее время не критикует партию социалистов, не критикует президента Дадона. Но практически, как вы там сказали, легла под продемократическую партию. А скажите, пожалуйста, вы видели, чтобы я вообще кого-то критиковала? Вот вы смотрите, наблюдаете, если вы говорите, что я не критикую Дадона. Все кандидаты друг друга критикуют. Нет, вы видели, чтобы я Майя Санду критиковала. Я считаю, что народ должен сам выбирать и сам определиться, за кого голосовать. Я всегда представляю мою программу. Избиратель жил при господине Дадоне и жил при госпоже Майя Санду, когда она была премьером. То есть избиратель увидел их потенциал, увидел, на что они способны, и увидел, какие реформы они внедрили. Я рассказываю избирателю о своей программе. Я говорю, какие у меня цели. И все это я, основываясь на мой опыт, на мое образование. Вы за односрочные выборы? На мое образование. И на команду, которая находится рядом со мной. Сильная команда профессионалов. Вот на что я основываюсь и говорю людям, рассказывая о своей программе. Другие меня не интересуют. Ни правые, ни левые. Я хочу объединить народ. Потому что люди устали уже. Если вы сейчас поедете в район, вы увидите, что их не интересует геополитика. Простой человек хочет иметь кусок хлеба на столе, чтобы его ребенок ходил в школу, чтобы было где работать и многое другое. Геополитика не интересует. Поэтому я не хочу строить стены. Я буду строить мосты между этими разными геополитическими. По поводу ситуаций в парламенте. Она очень сложная. Нет парламентского большинства, по сути, сейчас. Вы за досрочные выборы или против? Вы задаете вопрос, что значит за досрочные или против? Есть конституция. Вот она у вас на столе. И согласно этой конституции только в двух случаях можно распустить парламент. Если три месяца не голосуется... Один случай, уже полтора месяца прошло из этого срока. Ну, может быть, да, не голосуется ни один закон. Или если в течение 45 дней... А вы считаете, для страны будет лучше оставлять этот парламент или идти на досрочные выборы? Знаете, мы по поводу этого парламента уже высказались, насколько он неэффективен. И то, что из 20 социальных инициатив ни одна не проголосована, это, наверное, показатель. То есть вы поддерживаете досрочные выборы? Мы готовы хоть завтра к досрочным выборам, но надо посмотреть, оценить риски для народа. Но вы видите все опросы, даже вот эти нарисованные опросы, что политическая партия ШОР сегодня в рейтинге, даже в этом рейтинге... А что есть ненарисованные опросы. И как бы ни старались как-то повлиять и преподносить народу, что у нас только два кандидата, один левый и один правый, вы знаете, народ устал и уже не верит этому. Потому что последствия геополитических таких вот игр, они очень опасны. А новая коалиция будет в парламенте? Они очень опасны. И вы видите последствия в регионе какие, в Белоруссии и в других странах. Так что люди устали от геополитики. И то, что сегодня преподносится людям, что только два кандидата, это неправильно. Простите? Вы готовы, партия ШОР готова войти в коалицию с партией социалистов после выборов? А зачем нам войти в коалицию? Ну, чтобы сохранить парламентское большинство каким-то образом. Зачем? Чтобы сохранить нынешний парламент. Ну, парламентское большинство можно бороться сохранять, если будем уверены, что все наши проекты закона, которые настроены, нацелены на решение проблем людей, они будут проголосованы. Мы объявили уже, что мы не рассматриваем никакую коалицию, никакие переговоры, но мы очень ответственные люди. Если будут законопроекты, которые действительно направлены на решение проблем, мы, естественно, будем голосовать, не будучи. Это для этого не обязательно быть в коалиции. Остаетесь в оппозиции. Надо посмотреть, что президентские выборы покажут, но мы всегда голосовали и будем голосовать за хорошие проекты. Правда, их было очень мало. Виктор Нистрянов вопрос задает. Бывший коллега Иванова Артур Решетников объявил, что хочет вернуться в политику. Поддерживаете ли вы его? Это очень грамотный политик, я только рада. Еще один вопрос телезрителей. Игорь Плешко. Ваши отношения с госпожой Таубер и Региной Апостоловой говорят, что там у вас конкуренция внутрипартийная. Ну, пускай приходят на наше совещание. Это замечательные коллеги. Мы работаем вместе, разрабатываем законопроекты. Закрытие уголовных дел, кстати, в их отношении, это что? Это свидетельство договоренностей. А вы у меня спрашиваете меня в качестве кого? Как депутата партии Шоу. В качестве кого? В качестве депутата партии Шоу? В качестве депутата партии Шоу. Это значит, что справедливость восторжествовала. Вот Витя, а вы говорите, что нет правосудия. И это значит, что действительно, потому что то, через чего прошли вот эти... Самое время вернуться к господину Шоу, тоже доказать свои невиновности. Это очень низко, наверное, со стороны властей было. Это все, что мы успели обсудить сегодня. Но я уверен, что после президентских выборов мы встретимся независимо от их уискода, чтобы спокойно поговорить без обещания избирателям. Спасибо. Спасибо за участие в сегодняшней передаче. Удачи вам. Спасибо. Уважаемые телезрители, это была пятница с Анатолием Голе. До встречи в следующую пятницу. У нас обещал быть кандидат Игорь Дедон. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok.